Вот это почем будет? Лучше я по 100 рублей была или эти получше? А тиски почем? Для подписчика. Приехал на почту. Друзья, всем привет. С вернисажа. Вот, сегодня приехал поснимать. Ну и тут подписчик попросил купить ему знак Держинского. Очень дорогой знак, 200 тысяч стоит. Вот, так что сегодня я покупаю его. Кому что-то нужно, кому-то что-то понравится, можете писать. Договоримся. Ну все, погнали. Какой цен такой красоты? Это полный набор, это кружка и тарелка традиционная. Ну и 20 тысяч рублей. Должны это стоять? Стоящее. Угу. 20 нормально, недорого. Спроси вообще, сколько может уступить и на тот на этот. Ну, пушните предложи свое, а мне просто интересно, какими категориями они мыслят. Ну, цену знают они, я им озвучил. Ну, просто спросили, сколько скидка будет. То есть, один помой лимон же, да, стоил? Скидку мы и сделаем. Сразу скажу, чтобы самое... Ну, 20%. 20%? Не 10%, как обычно мы делаем. А просто я второй не помню, сколько стоил. То есть, вот этот, получается, 800 будет, да? Нет, 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 это вот этот лимон. А, вот этот 8. А это половина меньше. А это сколько стоил? А это 500, наверное. А, все, по-моему. И еще минус 20, или нет? И минус 20, да. Все, все. Ну, тут видно сразу, видите, это уже фабричная работа. Все тут эргономика, все это сделано, уже был на танках. А это все еще делалось вручную. Где-то вы говорили, эти были буквы, там, W. Вот, вот, вот здесь. Числа и буквы. Вот это важно, да. 157 и W, да? Угу. Ну, а так они все, как бы, функционируют, да? А я их не делаю, потому что, чтобы не... Ты знаешь, что... А, ну здесь нельзя, да. Чтобы вопросов не было, а то закуют наручную, блядь, и кенкинского изборота. Было бы к чему придраться. Любой товар, 100-300 рублей. Жизнь тяжела. Я для него... Оля! Сусть 130 рублей. Подожди, дорогой. Роман, расскажи, Поль, да. Жизнь и беречь, как коньяк, повлиру. Ты помыли, ну-ка. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Малышку попал. Жизнь, как коньяк, повлиру. Помыли, ну-ка. Наскак,ila смотри. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! не хочу есть не у вас нет уранового стекла уранового стекла урановая сам по себе дорогие за очки по производству а дипа подходишь да у нас они не ну там до Спасибо уж, спасибо. Бывают посылки, доказываешь, наверное. Ну вот это по чему будет? 600 рублей. Да, так бывает. Ну все, счастливых продаж. Калькулятор работает? Не знаю, честно. Я понял. Видишь, красный, как у меня на часах. Я вот не могу сказать тебе честно. Работа не работает, я его не включал. Но тут надо менять эти батарейки. Батарейки какие-то модные. Они советские тогда были. А сейчас есть такие? Я думал, что есть. Китай-то все делал. Но это от сети, но нет. От сети ее будет. Я была вторая. Сколько такая? Чай-то. Чудо техники такое. Новый навигатор. Ой, не навигатор. Это в машину что ли? Да, регистратор. И почем он? 300 рублей. 300 рублей? Да, новый автомобиль. Там не факт, что батарейка, конечно. Можно я его выключал. Ну, там же он, по идее, от кабеля должен быть. И от кабеля, и есть своя батарейка. А кабель-то куда втыкается? Кабель? У нас сюда флажка. Кабель где-то. Вот кабель здесь. То есть сейчас ее можно включить? Можно. Но у меня сейчас флаж-бэн-то нет. Я включал. Все работает, снимает. Флажки ставишь. Ну, новый он, клинка еще. Коробка просто рассыпалась. Это тоже попало. И я не взял пауэрбэнк. А так я... Не, надо проверять все равно. Проверить принесет, если не понравится. Я лично проверял. И попозже мне принесет пауэрбэнк. Все рабочие. Ну, не факт, что батарейка там. Ну, такой, довольно. Ну, или здесь. Ладно. Сколько такой лосик стоит? Это что, пизда? 1200. А что, пожалуйста? Лосик. Вербилки это нет? Вроде не вербилки. Без кола, да? Нормально. Без кола. Без кола. Без кола. Без кола. А лошадка? Посадка уже половиной, это ленинградская посадка. Тоже без колбаса? Да, без колбаса. Сколько? Три. В повышем состоянии. Ну и лосики. Ну ладно, подойду я слышу. Ремень по чем у вас? Ремень 300. Это для ангела Ухада. Полностью набор, да? Да, здесь набор купирующий. И конфет по свете. За 200 отдашь один ремень? Ну, 250. Зачи будете тысячи? Ладно, может по почте. По почте, да. Вот они ходят, кофе продают. В шоу. Да, я подниму. Это все иностранные, да? В этом альбоме. Альбом целиком сколько? Альбом целиком сколько? Да. Альбом целиком сколько? Спасибо. Вход рабочий? Да. Почем? 1000 рублей. Заряжено сейчас? Не знаю, что заряжено. По-моему, ее не держали, да? Нет, не держали. Камеру вчера зарядили? Камеру я вчера, да, зарядил камеру. А эту забыл. Он лежал, потому что человек заедет, что не обратил внимание. Но рабочий, миллион процентов. А там и кабель есть, да? Кабель есть, да? А? 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 Ну, тебе искать надо. Сколько так? 5. Что за цепь не серебро? Да. Там сколько грамм? Вот эту 70 рублей грамм. А 70? Да. 190 грамм. Да. Ну и все, давай. Я тебе перезвоню. Я тебе перезвоню и скажу. Говори. 13 тысяч. С 12 адам. По 40 взял. Что дорого, 70. По 40? По 40 забрал. 150. Не. Они сейчас падают. Серебро опять падает. Не. Серебро опять падает. Я выберу. Сейчас я дойду там до магазинчика. 1. Я видел. Здрасте. А серебро берете? Берем. По чем за грамм? 925. Там 191 грамм. Сточку. 43. 43. 43, да? По 45 не возьмешь? За 200, да? Отдадите. Только за дачу, если будете тысячи? Все на грамм. А это одна из разных маркетинговых гостей. Как вы damals所у это очень хорошая вещь мотор мощный 2100 за 1700 отдам а тиски почем тиски тоже хорошо такая почем медаль вот это владел так и сколько сколько 500 почему кресты 3 рубля на маленькие маленький вот горы пошли к тебе с вами сожди пока там открою ну давай я похожу давай где-то через полчасика давать вот 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 Здорово, Сок. Те две с половиной, видите, двушка, перевые. Какие? Пять и пять. Причем? Полторы и полторы. Полторы и полторы. А этот? Коса. Это не мой. Там не стоит проб? Я подумал. Ну они в серебре. Угу. Здравствуй, а пистолет, зажигалка, да это? Я. Япония. Япония? Почем? А фуражки? Пятнадцать. Пятнадцать зеленая? Или наоборот? А? Синяя пятна? Конечно. Румана постареет зеленая. Они все старые. Да и так. 레пies? Лоб. Ясно. Румы пьяные. Румы пья которыйman. Румы пьяный собственность. Румы пьяный. Тиректори римов. Причем у вас вот эти шпажки? А вот желтый? Желтый тоже. Субтитры делал DimaTorzok 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 Доброе утро! Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А, все, все Петровский А я загружу Нужные на 200 лет Просто Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Крышка сделана из мельхиора. Частенько встречаются серебряные от крышки. Отличить их можно по клеймам. Здесь тоже присутствует патоклейма, но без пробы. По патопотертости видно, что она мельхиоровая. Вместо знака... Вот тут должна была стоять эмалированная эмблема. За веру и верность эмблема Лейб-гвардии. Но еще в то старое время была поставлена... Вот кокарда. Это видно по патине, которая осталась. Со временем сама эмблема крупнее. У меня... Вот есть возможность купить... Эмалированную эмблему сюда поставить. Но опять же, я не сторонник вот такой реставрации. То есть это видно, что по пошиву... Патокарда ставилась еще в лохматые года. Это в те самые... И вот я решил поставить предмет в первозданном виде. Уникальность этой редунки стоит в том, что она идет с целой... По перевезью. То есть саму по перевезью... Это встретить в таком виде... Это практически невозможно. То есть в таком состоянии. Вот вам часто... Вот на раскопках, наверное, попадались такие штучки. Да? Это вот именно от ледунки. Вот. Вот сама по перевезью сгнивает начисто. Вот здесь она в шикарном состоянии. И у коллекционеров вот сам вот этот ремешок на перевезь... Вот это стоит в два раза больше, чем сама редунка. А набор, получается, будет стоить? Вот набор... Вот 200 тысяч рублей. Причем я ценю, грубо говоря, 50 тысяч за саму эту редунку. И 150 за перевезь. Немецкий крест военных заслуг первого класса образца 57-го года. Так называемый одинфицированный вариант для военнослужащих, ветеранов от вермахта, люфтваффе, крексмарины, которые остались служить в бундесвере. И для открытого ношения от наград, теми же фирмами производились одинфицированные кресты по символике нацистской Германии. Данный крест полностью повторяет технологию производства оригинальной награды. Эта награда 57-го года тоже находит свое место посреди коллекционеров. То есть в чем плюс от этих наград? То, что их точно никто не будет подделывать. Потому что, как вы это знаете, от рынок, это наград третьего рейха, он переполнен подделками. И под дупликатами, под выпущенными, под опосой войны. Сколько он стоит? Он стоит по 10 тысяч рублей. То есть он в морозном покрытии. То есть как от разновидности креста военных заслуг, вполне не стыдно положить в коллекцию. Так вот, друзья, это покупка для подписчика. Приехал на почту. Сейчас будем отправлять. Вот моя покупочка. Скромненькая. За 200 рублей. Так вот. Не забудьте поставить лайк, друзья. Столько просмотров, а лайков так мало. Все. До скорых встреч.